После трех аномальных жарких месяц лета, приход прохлады многие жители Мордовии восприняли с облегчением. Синоптики констатируют, что теперь на территории республики прочно установилась осенняя погода. После зноя зафиксированы сильные температурные перепады. В отдельные дни разница составляла до 15 градусов Цельсия. На ближайшие дни характер погоды существенно не изменится. Температурный режим сохранится в ночные часы в пределах 2-7 градусов. На почве возможны заморозки до 0-2 градусов. В дневные часы воздух будет постепенно прогреваться. Уже 7-го числа это 10-15 градусов, 8-го и 9-го это уже 14-19. По прогнозам Мордовского центра гидрометеорологической службы, в ближайшие дни на территории региона существенных осадков не ожидается. Еще в августе синоптики прогнозировали в сентябре возвращение тепла. Ничего не изменилось. Единственное, просто достаточно длительный период аномально жаркой погоды, именно резкий перепад температуры, но как бы сразу возникло понимание, как же в природе все может происходить быстро. Поэтому те периоды возвратов тепла в сентябре, они останутся. То есть это и молодое бабье летое, и бабье летое, и уже зрелое, которое бывает даже в начале октября, они все еще у нас впереди. В этом году сентябрь продолжит тенденцию летних месяцев на отклонение от нормы. Если с апреля по сентябрь метеорологи фиксировали изменение температуры воздуха в сторону повышения, то первый осенний месяц в целом склоняется к понижению. По предварительному прогнозу, который мы получили, сентябрь не доберет тепла. То есть, наверное, в связи с избытком того, что было летом, сентябрь будет холодным месяцем в этом году по прогнозу. То есть, если средняя температура по норме 11,6, то ожидается, что она будет в пределах нуля градусов. Осадков тоже ожидается, по сути, в два раза больше нормы. Если по норме это 46 мм, то ожидается порядка 90 мм. То есть, то можно судить о том, что все-таки дожди будут интенсивными. Дожди в сентябре в какой-то мере компенсируют нехватку влаги. Напомним, все лето в Мордовии выпадало атмосферных осадков гораздо ниже нормы. Евгений Волков, Александр Зюзяев. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин